всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как делать самое простое из видов дрожжевого теста проще этого не бывает посмотрите вот указанный рецепт я вам сразу буду показывать что я делаю а вы рецепт можете переписать или здесь или в описании я вам покажу можно кстати здесь воду заменить молоком и тогда у вас тесто будет более насыщенной по вкусу но я вам хочу показать самый самый простой рецепт для которого не нужно ничего лишнего и это тесто получается нежнейшим благодаря тому что в нем нет яиц она получается пушистым как говорят как пух смотрите я взяла теплую воду добавляю в воду 2 столовые ложки сахара их нужно хорошо перемешать чтобы сахар полностью растворился потому что если я добавлю туда дрожжи чтобы кристаллы сахара не повредили не бивали вы видите я на ручку пробую температуру водички потому что налила немножко теплее чем надо ну как у деток пробуют там чтобы она не горячая была у меня вот такие вот живые дрожжи вы видели в рецепте я указала что нам нужен 21 грамм если так у меня 50 так 25 значит надо чуть меньше чем 25 и 1 глаз вы видите прикидываю абсолютно 21 грамм и его сюда буду измельчать я использую живые дрожжи очень люблю с ними работать и вам советую конечно проблема не всегда остаются потом но я храню какое-то время в морозилке они кстати потом около месяца сохраняться не портится в общем в морозильнике я по одной столовой ложке ввожу муку я в рецепте указала что у нас идет 4 столовые ложки муки отдельно я буду делать что-то нечто подобное на опару но это не совсем опара потому что оно будет не густое это что-то из серии жидкость для того чтобы наши дрожжи начали очень быстро и очень круто работать то есть благодаря тому что будет жидкая такая масса и у дрожжей будет хороший доступ к сахару и мука это как бы клетчатка для него там в общем это все очень серьезно они начинают очень быстро работать если вы работаете с сухими дрожжами не поленитесь и здесь давайте то же самое то что у вас на пачечке написано добавьте сразу в муку не одни ваши дрожжи так быстро не начнут работать и подходить если вы их вот так не разведете буквально на 10 минут с водичкой и вот 10 минут у меня постояла посмотрите какая сплошная пена образовалась в эту пену я добавляю уже чайную ложку соли не добавлять ее сразу потому что дрожжи не захотят так работать и начинаю водить здесь у меня просеянная мука я половину высыпала сразу и паками смешаю ложкой чтобы дрожжи частично стали как бы дружить с мукой и вот стала густая такая у нас масса и только сейчас я могу ввести уже алию подсолнечное масло потому что девочки некоторые с россии очень часто меня спрашивают для меня очень кажется непонятным что такое алия вот то есть 80 грамм подсолнечного масла мы сюда добавляем благодаря этому с тестом будет просто великолепно работать она не будет липнуть к рукам она у вас будет это все даст отставать и плюс-минус на такой же основе делают хлеб который мы покупаем супермаркетах то и тесто вот то которое мы покупаем если продается в супермаркетах дрожжевое делается точно таким же способом вот у меня знакомая работает в супермаркете поэтому этот рецепт можно сказать оттуда и вы все знаете что это тесто даже через пару часов даже если у вас случайно полежала в холодильнике лишнее время она все равно отлично подходит и она все равно пушистая и классная и при этом она мало затратная не не побойтесь и сделайте сами то есть здесь реально вы тратитесь только на муку на дрожжи и на подсолнечное масло все еще раз скажу о том что в этом тесте нет яиц то есть его можно сделать пост вот скоро будет пост то есть это тесто абсолютно можно сделать всякие там разнообразные пирожки там я не и не совсем пустую поэтому не не знаю как там правильно едят но допустим там с капустой или еще с чем-то там с грибами делают то это тесто просто суперски для этого подходит так что пробуйте вот и еще и благодаря тому что нету яиц может я уже об этом говорила что это тесто не забивается и не становится плотным так как вы знаете яйца у нас загусать мне очень повезло мне свекровь вот подарила мультиварку ой мультиварку это у меня йогуртница но йогуртница что она развивать температуру там до 40 градусов чтобы йогурт собственно дрожжи которые в йогурте обродили такой же принцип не нужен ровно на час я ставлю в эту йогуртницу свое тесто накрывая вот так сверху темным чтобы дрожжам им было темно вы можете поставить его в мультиварке у кого есть вам тоже несказанно повезло у вас тоже есть функция йогурт если я не ошибаюсь и вы можете поставить на час забыть про это тесто и она у вас будет огромным кому не повезло поставьте в темное место кстати вот у меня осталось там буквально чуть-чуть муки я им всю не высыпала поставьте в темное место накройте полотенечками или пленкой сверху и пускай не час у вас подходит это тесто вы видите в мультиварке благодаря опять мультиварки в моей йогуртнице благодаря тому что там такая благоприятная для дрожжей температура вот мое тесто увеличилось но больше чем в четыре раза то есть реально очень круто тесто очень нежное очень мягко так как у меня вы видели я там буквально ну может столовых ложек две-три я не высыпала в тесто изначально вот и я его и буду использовать для того чтобы присыпать стол когда буду работать я сейчас немножко обминаю свое тесто чтобы возобновился контакт с новым дрожжей с мукой другой и сахаром то есть но не чуть-чуть их пошевелить в общем и долго этим не занимаясь буквально так чтобы обмять чуть-чуть и я буду использовать половину своего теста я буду делать в этот раз сосиски в тесте то есть что может быть проще купил сосиски сделал самое простое тесто и пожалуйста у тебя вот все готово хочу сказать единственный минус этого теста что оно само по себе то есть если вы будете делать какие-то там булочки ватрушки там или еще что-то она сама по себе не очень ароматная ну конечно если вы вместо воды добавите туда молоко то может она будет как бы намного вкуснее но само по себе но не очень насыщена вкусом вот поэтому это тесто отлично подходит именно для чего-то с начинкой будь то сосиски в тесте пирожки пицца вообще вот шикарно для пиццы она подходит все что угодно что имеет какую-либо начинку то есть что еще поделится вкусом с тестом все для него подходит но само по себе как бы она немножко пресновато вот единственный вот вы видите я накупила сосисок некоторые из них поделила на пополам потому что очень длинная и сейчас просто проще не бывает берете вокруг и вот так вот пошли пошли там завернули и вокруг просто заворачивайте ну просто проще не бывает мне девочки очень часто спрашивают самый простой рецепт дрожжевого теста вот девочка вот проще этого уже не будет проще не бывает то есть вы увидите я вам буквально за пару минут показала полностью совсем то что я делала и не делала как сделать это тесто то есть проще уже не бывает если вы хотите порадовать своих пожалуйста пробуйте это тесто именно для вас вы не пожалеете ну в общем тут сложности особо никаких нет и я свои сосиски сейчас у меня как раз разогревается духовка я их как раз сверху духовки складываю на противень на плите у меня стоит противень и буквально еще минут 20-30 я свои сосиски ну скорее всего это было где-то минут 20 я оставила чтобы они мне немножко подошли не смазывая ничем это у меня осталось ждать пока будет противень вот собственно то что я поставила на противень подходить и здесь я хочу показать вот она у меня уже немножко 20 минут полежала под под разбухла подошло немного вы видите тот который белый противень это сосиски которые у меня остатки тесто оставалось больше чем сосисок и поэтому там немного такие пышные получились мои булки я беру одно яйцо и его просто взбалтываю слегка вы можете вилочкой там но я просто чтобы не пачкать взяла вот кисточкой которые будут сверху мазать яйцо если у вас яйца не хватит я в конце у меня там буквально на пару сосисок не хватает смотрю я добавила туда капельку водички то есть ну я не использую чисто желток я использую целое яйцо в виде я капельку присолила его чтобы какой-то вкус у него был то есть не совсем никакой я использую целое яйцо это для того чтобы наши сосиски сверху были блестящие красивые и красиво поджарились вот собственно только для этого и еще буду посыпать сверху кунжутом очень люблю если выпечка посыпана кунжутом кунжут у меня здесь был поджаренный мы когда-то делали суши и осталось много кунжута поджаренного поэтому все отлично у меня для любой выпечки все подготовлено еще хочу сделать какое-нибудь кунжутное печенье обязательно на досуге как-нибудь сделаем очень люблю кунжутное кокосовое в общем просто вы смазали кисточкой просто легонько намочили и сверху я вот присыпаю кунжутом вы можете взять какие-либо другие семена там есть и черный кунжут я знаю присыпают девочки ну если у вас там для чего-то такого там кто маком присыпает вот мы поджарен стоя сосиски вот они мне так красиво подходили в духовке что немножко даже соединились первая партия первый мой противень который я испекла ну конечно тут уже не все потому что мы с мужем пару штучек уже украли отсюда ну собственно вот целая тарелка буквально там пару гривен затрат на тесто не считая сосиски начинку так что ставьте пальчики вверх с вами был кекс пока-пока подписывайтесь на канал